В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Путь к успеху в Центре поддержки предпринимательства стартует грантовый акселератор. Темп-2022. Дворец детского творчества провел шестой городской конкурс для детей и родителей. Четыре золота и серебро воспитанники Кара вернулись в соревнованиях в Кузнецке. Далее расскажем обо всем подробно. Проверять водителей на алкоголь будут по-другому. Новый порядок освидетельствования утвердил Кабинет министров. Проверку можно делать только при наличии веских оснований и в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи. Поводом для подозрений могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица, несоответствующие обстановке поведения. На медицинское освидетельствование в наркодиспансер могут направить, если водитель отказывается от прохождения освидетельствования на месте, и в том случае, если подозрения на опьянение серьезные, а результат освидетельствования отрицательный. Постановление правительства вступает в силу с 1 марта 2023 года. «Путь к успеху» в Сарове стартует грантовый акселератор. Для предпринимателей и самозанятых это возможность получить поддержку на реализацию своего проекта. Как принять в нем участие, расскажем далее. Акселератор «Путь к успеху» проводится в Сарове с 2019 года. Принять в нем участие могут практически все желающие, как действующие предприниматели, так и те, кто только задумывается об открытии своего бизнеса. Главное – иметь какую-то бизнес-идею, коммерческий проект, который несет благо для нашего города. Первая установочная сессия акселератора стартует у нас 31 октября. У нас приезжает руководство Центра инновации социальной сферы. Надо сказать, что акселератор проводится в партнерстве с Ассоциацией промышленников и предпринимателей и Центром инновации социальной сферы. При поддержке Министерства промышленности Нижегородской области. Ежегодно акселератор вызывает большую интересу предпринимательского сообщества. Образовательная программа включает в себя серию практических тренингов и семинаров по вопросам предпринимательской деятельности, маркетингу и продвижению, разработке бизнес-плана и презентации, искусство выступления. В этом году мы вводим еще один блок, который не был ранее в акселераторе. Это генерация бизнес-идеи. Это способ выбрать идею, которая является наиболее жизнеспособной. Может быть, и не одну идею. И много-много других направлений. И, конечно же, в рамках акселератора мы всегда упаковываем бизнес-модель. Авторы лучших идей получат гранты до 150 тысяч рублей. Финансирует их РФЯЦ в НЕФ. Акселератор «Путь к успеху» стартует 31 октября. Защита проектов запланирована на 29 ноября. Имена победителей участники узнают 1 декабря в рамках форума «Добрый бизнес» в Нижнем Новгороде. Подробности и запись по телефону 99264-99263 и на сайте ЦПП. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В этом году Департамент по делам молодежи и спорта администрации города Сарова отмечает 30-летний юбилей. Он проходит под девизом «Открываем возможности». И это не случайно, так как на протяжении всей своей истории Департамент помогает молодежи реализовать свой потенциал и творческие способности. В честь 30-летнего юбилея Департамента по делам молодежи и спорта канал «16» покажет серию специальных передач. Первый выпуск передачи «Пешком по Сарову», посвященный спортивным учреждениям города, смотрите уже на этой неделе на канале «16». Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России ведут жесткий контроль за выплатами военным и их семьям. Об этом заявил Михаил Мишустин. Он также поручил организовать систему контроля за распределением вещевого удовольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. Российские военные в СВО должны быть оснащены всем необходимым в сжатые сроки, подчеркнул премьер. Выпускница гимназии номер 2 Ксения Утихина сыграла в новом российском фильме «Петр Первый, последний царь и первый император». Он выходит на экраны страны 3 ноября. Саровчанка актриса театра Олега Табакова исполнила роль Марты Скавронской, будущей Екатерины Первой. Фильм расскажет о становлении и правлении Петра Первого, о том, как он без профессиональной армии и флота сумел проложить и выход к морю и превратил отсталую Россию в империю. Для зрителей старше 12 лет. До середины декабря в центре Европейской части России теплые дни будут чередоваться с холодными, пасмурными, солнечными, дождливыми и сухими. Такая нестабильная погода характерна для предзимья, говорит Роман Вильфанд, научный руководитель гидромедцентра. Он отметил, что у метеорологов 6, а не 4 сезона года. Те, кто составляет прогнозы, делят лето на две половины, а еще выделяют один период осенью. Его и называют предзимьем. В период предзимья, а оно только недавно началось и будет длиться еще полтора месяца, идет перестройка циркуляции, объяснил специалист. В Нижегородскую область похолодание уже пришло. На этой неделе столбики термометров будут опускаться до минус одного. Самым холодным днем будет суббота, 29 октября. Днем, вероятен, небольшой дождь, а ночью будет минус 4. В общественной организации Совет ветеранов города Сарова прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Для гостей подготовили концертную программу и чаепитие. Этот год для общественной организации Совет ветеранов выдался насыщенным. Члены Совета съездили в несколько новых мест. Нижний Новгород, Саранск, Муром, Желтоводский монастырь и село Барки организовали праздники и совместные мероприятия. Не так давно ветераны собирались вместе, чтобы отметить День осеннего урожая. Поэтому празднование Дня пожилого человека пришлось отложить. И вот, наконец, члены организации смогли собраться вместе, чтобы в душевной и дружеской обстановке отметить эту дату. Чтобы люди все же не чурались друг с другом, чтобы они общались друг с другом, мы всегда стараемся проводить такие мероприятия. Мы часто собираем людей на различные мероприятия. В частности, чай и пить организовываем. Для людей ведь важно что? Главное – общение, чтобы они не забывали друг о друге. Хорошее настроение создавал по традиции вокальный ансамбль «Улыбка». С днем пожилого человека он поздравил гостей любимыми песнями. После праздничного концерта для ветеранов подготовили чайпитие. Полные столы с пирогами, бутербродами и различной выпечкой неизменно своими руками готовят женщины – члены Совета ветеранов. Наши женщины молодцы. Они всегда делают все своими руками, своими деньгами. В общем, все-все делают сами. Вот, в частности, сегодня, чтобы праздник провести, они испекли пироги, пиццу, что-то еще другое. В общем, испекли, принесли сюда. И вот мы поставили на столы. В ближайших планах у Совета ветеранов – организовать чайпитие и серию встреч пожилых людей, соцработниками, специалистами пенсионного фонда, МФЦ и депутатами. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Театральный марафон профессий 2020-го открыл новые грани талантов юных саровчан и их родителей. Городской конкурс прошел в этом году в шестой раз. Участники выступали в роли учителей и джазовых музыкантов. Рассказывали про электрофорную машину и особенности балетного искусства. Показывали тренировочный процесс на уроке физкультуры. Директор колбы и пробирки Санкт-Петербург. Что общего у этих слов? Их объединяет выступление команды детского сада номер 4 «Солнечный город» в финале шестого городского конкурса «Театральный марафон профессий». Перед авторами сценария стояла непростая задача – объединить профессию орудия труда и регион России, доставшийся им в ходе жеребьевки. На несколько мгновений сцена превратилась в школьный кабинет химии. Директор вместе с учениками творили волшебство, смешав в воде с красителем обычную соду и лимонную кислоту. У нас очень дружная команда детского сада 4 «Солнечного города», поэтому у нас, как большая семья, мы готовили сценарий вместе. Дети нам помогали, естественно. Все с самого начала было очень здорово, поэтому мы поняли, что сегодня наш дебют всем понравится. На сцене выступали и опытные конкурсанты. К примеру, Елена Парфенова вышла на эту сцену в пятый юбилейный раз. Два года она играла в темпе со старшим сыном, еще два года с младшим. Впервые на сцене они втроем. Команде 41-го детсада досталось не самое простое сочетание. В свой сценарий они обязательно должны были включить учителя начальных классов, рубанок и калмыкию. «Сначала должна голова и мозг вскипеть несколько раз, чтобы потом пришла какая-то идея и какой-то сценарий. В принципе, у нас так и произошло. Мы сначала долго думали, а потом все красиво и лаконично, и гармонично, и интересную идею у нас вылилось». Помимо учебных будней на сцене показали и народное творчество. Маленькие гости дворца узнали необычную народную сказку о том, как мышь, обманув верблюда, вошла в название одного из годов калмыцкого календаря. Всего на сцене выступили 22 команды детских садов города. Многие приходят сюда год от года не за победой, а за эмоциями. Ради улыбок детей, которые впервые выходят под свет софитов. Примеряют на себя разные образы, причем не один, а вместе с самыми важными людьми в их жизни – родителями. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Два объединения Дома молодежи объявили дополнительный набор. В студии «Фиткидс» можно зарядиться позитивом, раскрепоститься, научиться быть ярким и артистичным. А в хореографической студии «Звездочки» разучить классические и современные танцы. Детский фитнес – новое направление для Дома молодежи. Здесь ребята занимаются классической аэробикой, которая включает в себя танцевальные движения, гимнастику и шаги под музыку. В студии можно научиться основным элементам латины и хип-хопа, а также поиграть в подвижные игры. Студия «Фиткидс» направлена на укрепление общего здоровья и развитие у детей выносливости, силы, ловкости и координации движений. Занятия проходят три раза в неделю. «Три группы по 5-6 человек. Также в основном, конечно, это девочки, но мальчики тоже у нас есть будут. Поэтому стесняться не нужно, и нужно приходить двигаться, потому что в последнее время дети ведут не столь подвижный образ жизни, в основном это сидячий образ жизни. Поэтому занятия фитнесом именно для них очень даже будут полезны». В студию «Фиткидс» приглашают ребят в возрасте от 9 до 16 лет. Хореографической студии «Звездочки» при Доме молодежи уже более 25 лет. Здесь юные танцоры изучают азбуку хореографии, ее азы. Ребята разучивают разные направления танцев – классические, народные, бальные и эстрадные. При регулярных занятиях у учащихся формируется хорошая осанка, фигура и растяжка. Улучшается координация движений. Воспитанники студии участвуют на праздниках и концертах, получая ценный сценический опыт выступления. «У нас есть классический станок, мы подходим к станку, выполняем все азы классического танца. Даже у нас есть и середина, и прыжки, и диагональ, и около станка мы занимаемся даже где-то 45 минут, академический час». Занятия в хореографической студии «Звездочки» проходят три раза в неделю. Приглашают детей от 7 до 13 лет. «Звездочки» и «Фиткидс» набирают ребят на бесплатной основе. Подробную информацию можно получить по телефону 982-59. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Пензенской области прошло открытое первенство по боксу. Торнир собрал около 160 участников из разных уголков России. Саров представляли воспитанники отделения бокса спортивной школы Икар. Четыре золота и одно серебро привезли воспитанники спортивной школы Икар с соревнований по боксу в Кузнецке. На турнир ездили опытные спортсмены. Несмотря на юный возраст, самый старший Рамазан Султанов выступал в группе 2009-2010 годов рождения. За плечами каждого из них множество побед на чемпионатах различного уровня. Результат очень хороший, но все равно работать надо много. Если стремиться на высокий уровень, надо свои показатели боксерские все равно улучшать. Много над чем работать надо. Турнир проходил три дня. В четвертьфинале и полуфинале саровчане одержали уверенную победу в своих боях и стали готовиться к встрече с серьезными соперниками. Первый бой я выиграл досрочно, во втором раунде. В прошлый раз я проиграл мальчику из Пенецкой области, а вот сразу взял матч реванш и выиграл. Мне больше всего понравился мой последний бой, потому что у меня соперник был сложный. Я победил первый бой с соперником из Новоспарка. Второй бой я победил нокаутом в первом раунде с соперником из Пенца. Сложно было? Ну, соперники были сложные, но если хорошо заниматься, то будет легко. Соперник был на 6 килограмм тяжелее меня. Когда я его победил, я почувствовала гордость. Еще один саровский боксер Вадим Санкин занял на соревнованиях второе место. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...